Уравновешенная троичная система счисления. Сначала давайте обсудим, что такое вообще система счисления сознания морей. Вот представьте, что у нас есть числа. Троичная система – единица, двойка, а вот тройка записывается как 1-0. Четверка – это 1-1, пятерка, естественно, 1-2, 3 плюс 2, да? 1-0, 2 и, наконец, 1-1, 0 имеется в виду 9 плюс 3. Ничего хитрого в этом нет. Если мы возьмем какое-нибудь по-настоящему большое число, например, год, когда мы живем, 2000, какой? 19. 19. Как расписывают число в троичной системе счисления? Как расписывают число 2019 в системе счисления по основанию? Ну, на самом деле, есть два приема. Один прием состоит в том, чтобы, начиная с больших разрядов, выписывать. Другой, наоборот, с младших разрядов. Давайте сначала расскажу, как работает жадный алгоритм. То есть, когда мы число 2019 расписываем, начиная со старших разрядов. А очень просто. Давайте, в принципе, выпишем, какие бывают в троичной системе. Можно написать, потому что 2187 уже больше, чем в 2019. Так вот, алгоритм простой. Из имеющегося числа, из числа 2019, вычитаем, что называется, то, что нужно. То есть, вот это уже нельзя вычитать, потому что будет отрицательный ответ. А вот это можно. Более того, даже можно два раза. Вот так отлично. Два умножить на 729. Это понятно. Теперь надо считать. А именно, с числа 2019 надо вычесть 1458. Смотрим, что у нас будет здесь единичка. Из 11 мы читаем 5, будет 6. Из 9 мы читаем 4, будет 5. Отлично, 561. Так вот, господа, если я здесь напишу число 561, то, конечно, будет правда, но 561 еще надо расписать по стихням тройки. В данном случае понятно, что нужно сделать. 62729 нельзя вычитать. Надо вычитать 243, причем, очевидно, два раза. Хорошо? Так опишем. 2 умножить 243. Это что такое? 486. 75. Сколько раз надо вычитать? 281 нельзя. 27 можно. Значит, надо два раза вычесть 27. Хорошо? Почему-то у нас все время тройки, но это случайность. 27 умножить на 2, это 54. Соответственно, получается 21. Ну, давайте, наверное, 21 мы быстро получим. 21, это 2 раза 9, это 18, плюс 3. Имеется, ну, 1 раз 3, если угодно я их так хочу. 1 раз число 3 и 0 раз число 1. Ну, достаточно длинно, конечно, но с другой стороны понятно. Каким образом мы это теперь записываем? Значит, разряд 2, следующий разряд 2, потом, смотрите, в этом месте от 243, мы же не сразу, на самом деле, перешли. Мы должны все-таки написать, вот здесь, 0 раз 81. Поэтому, на самом деле, здесь есть такой разряд, 0, который отмечает в этом месте. Потом опять, двойка, двойка, единица и, наконец, 0. Вот таким образом расписывается число 2019 в троичной системе счастливых. Обратите внимание, ничего такого сложного по сравнению с десятичной нет. В десятичной системе каждый следующий разряд в 10 раз дороже, в 10 раз важнее, а здесь в 3 раза. В остальном никакой разницы. Отлично. Ну, я обещал еще один способ. Я обещал рассказать, как ту же самую запись, а именно 2, 2, 0, 2, 2, 1, 0, можно было получить, не двигаясь со старшего разряда к младшему, а наоборот, в противоположном направлении, то есть с ладших разрядах. Идея такая, что такое последний разряд? Вот этот. Это же остаток отделения нашего числа на 3. Значит, вы можете сделать так. Вы можете посмотреть на число 2019. Остаток отделения на 3 – это такой же, как у суммы цифр. Сумма цифр 12 на 3 делится. Значит, последняя цифра нужно. И сдвинуться на один разряд. Что это означает? Это означает разделить на 3. Ну, замечательно. 6, 7, 3. 673. Значит, я должен вот это число, число 673, записать теперь в троичную. 0 я уже написал. Записать число 673. 0 уже записал. Ну, смотрим, какой остаток отделения на 3. Вот это делится на 3, это делится на 3. У семерки остаток 1. Отлично. Пишем единицу. Смотрите, я уже записал теперь два разряд. Это единица. Вычитаем ее отсюда. Получается 672. И число 672 делим на 224. Замечательно. 2 плюс 4 делится на 3. Остаток 2. Все. Мы дошли уже до этой койки. Теперь, чтобы понять, что вот это число, надо отсюда вычесть 2, получится 222. И разделить на 3. Это 74. Ну, опять складывая цифры, получается 11. Остаток 2. Мы доползли уже вот сюда. Вычитаем 2, делим на 3. 72 делим на 3, это 24. Ну, отлично. 24 дает остаток 0. 24 делить на 3, это сколько? 8. 8 дает остаток 2. 8 минус 2, 6. 6 делить на 3. Все. Победа. Мы дошли до конца. Мы дошли до конца. Причем, заметьте, цифры, естественно, получились те же самые. То есть мы еще перепроверили наше вычисление. Вот таким образом в любой ситуации мы получаем разложение натурального числа в вторичную систему числа.